Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Руслан Жукаев. Муниципальные районы в тесном контакте с правительством республики принимают активное участие в формировании гуманитарных грузов для Курской области. На этой неделе будет отправлена очередная партия. В этот процесс включились не только органы власти, бизнес, но и сами жители Карачаева Черкесии, которые всегда проявляют неравнодушие в любых вопросах, что касается помощи, добавил руководитель региона. В Карачаево Черкесии на отдых приедут дети из Белгородской области. Школьников разместят в загородных стационарных лагерях «Гранд Виктория» в Донбайе и «Жемчужина» в Тиберде, где для них созданы все необходимые комфортные условия. Для детей это в первую очередь возможность отдохнуть в безопасности. Для наших гостей подготовили досуговую программу, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Тимрезов. Также он отметил, что республика готова в случае необходимости организовать отдых детей из Курской области. Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при вторжении ВСУ в Курскую область. Председатель фонда Сергей Черков поручил выплатить все положенные населению пенсии и пособия, а также организовать консультирование граждан в пунктах временного размещения по вопросам получения пенсии и пособия, а также других выплат Социального фонда России по Курской области. А также по вопросам пенсионного и социального страхования можно обратиться в любую клиентскую службу. Социального фонда по месту пребывания и по телефону горячей линии. К другим темам. Следят за прозрачностью и открытостью выборов. Общественная палата Карачаева-Черкесии приступила к подготовке общественных наблюдателей. Независимые эксперты будут следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса. Дарья Тендит расскажет подробнее. В Центре образования номер 11 проводили обучающий семинар для тех, кто изъявил желание быть независимым наблюдателем на предстоящих выборах в сентябре. Институт наблюдения начал свою деятельность в 2018 году. За прошествие времени он окреп и стал важен на пути к укреплению демократических процессов и гражданского участия. Сусана Калиева, имея активную жизненную позицию, наблюдателем решила стать еще много лет назад. Ежегодно участвую в выборах и считаю, что активная жизненная позиция должна быть у каждого гражданина, который хочет, чтобы был мир во всем мире. В ходе обучения тренеры-преподаватели объясняли, как справиться с той или иной возникшей ситуацией, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках. В том числе рассказали про возможные провокации и фейковые вбросы. Представили практические кейсы, как эффективно реагировать на возможные нарушения. Люди, обеспечивающие честность выборов, должны разбираться во всем, подчеркнула председатель общественной палаты республики. Мы очень благодарны нашим наблюдателям и понимаем, что от их качества работы во многом зависит легитимность избирательной кампании. Наблюдатель должен быть корректным и ответственным. Кроме этого, наблюдатель ведь находится с момента открытия избирательного участка до момента подведения итогов. То есть, все этапы наблюдатель должен знать. Поэтому это ответственный человек, сильной воли, характера, дисциплина. А самое главное – человек, любящий свою Родину. Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали 39-летнего жителя Черкеска. Установлено, что подозреваемый действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы от надневки, денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определенный процент. Незаконный доход составил более 17 миллионов рублей. В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременной дождь и гроза. Днем в горах местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесии переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременная дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Тепло рождается благодаря природным ресурсам, а сохраняется при помощи оборудования коттельной. В станице Старожевая полным ходом идет капитальный ремонт котельной, расположенной на территории воинской части. Какой объем работы уже выполненный, будет ли завершен ремонт к отопительному сезону, подробности у Майи Хамдоховой. Капитальный ремонт котельной является важной мерой для обеспечения эффективного и надежного теплоснабжения зданий и сооружений. Обновленная система снижает затраты на топливо и операционные расходы. Она также повышает надежность работы и снижает риск срыва теплоснабжения в осенне-зимний период эксплуатации. Кроме того, ремонт способствует улучшению экологической ситуации за счет снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Учитывая срок эксплуатации котельной, был проведен детальный анализ работы существующей системы. Определены его недостатки, составлены дефектные акты. По словам начальника отделения эксплуатации теплового хозяйства Антона Костюченко, объем работы выполнен более чем на 50% и в установленные сроки укладываются. На данный момент работы произведены полностью по третьему котлу. Работы по второму котлу выполнены на 55%. По установке КО выполнены полностью. Точно так же замена по пароводинным подогревателям выполнена полностью на 100%. Сроки укладываетесь? Какие вообще сроки установлены? Сроки, да, мы укладываемся. Согласно контракту, завершение капитального ремонта должно быть произведено в сентябре. В декабре 2023 года был заключен контракт с подрядной организацией ООО «Технологии строительства» на выполнение работ по капитальному ремонту котельной. Федеральное государственное бюджетное учреждение ЦЖКУ является эксплуатационно-коммунальной организацией Министерства обороны, на которую возложены функции содержания технического обслуживания объектов казармино-жилищного фонда, а также коммунальных объектов Минобороны. В рамках ремонта в котельной были запланированы следующие виды работ. Демонтаж обмуровки котлов и дымогарных труб котла номер 3 и 2. Монтаж дымогарных труб фронтального боковых экранов и труб конвективного пучка котлов. Обмуровка котлов, замена теплообменного оборудования, замена автоматики управления котлами номер 3 и 2. И ремонт автоматики первого котла. Работники котельной, несмотря на сложности, возникающие во время технического обслуживания, стараются не останавливать работу и принимать все меры для дальнейшей эксплуатации теплознабжения в осенне-зимний период. Все электрооборудование котельной, щитовая, насосы, обслуживание насосов полностью. Утром приходим, смазываем один-двеятель, разбираем, потом другой и так по очереди каждую смену. Какие-то сложности возникают во время обслуживания? Ну, бывает, когда ночью свет выключится, и начинают по-темному, там же с фонариками делаем. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Дилинчукский район. В Черкесске стартовал ежегодный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова. Участие в престижном соревновании принимают спортсмены из многих регионов страны. На открытие побывал наш корреспондент Артур Мхце. Четвертый по счету турнир памяти выдающегося тренера по боксу Александра Давыдова собрал под сводами спорткомплекса «Юбилейный в Черкесске» многих именитых представителей этой олимпийской дисциплины. Один из них – бронзовый призер главного спортивного форума в Афинах Мурат Храчев. Является воспитанником опытного наставника. Было принято решение ежегодно проводить турнир памяти Александра Испановича Давыдова. В первую очередь мы хотим увековечить всеми возможными способами его неоценимый вклад в развитие спорта и боксов в Карчао-Черкесии. Поэтому один из таких инструментов, один из таких способов – это проведение ежегодного турнира памяти Александра Испановича Давыдова. Есть люди, которые и после смерти остаются значимыми величинами. В боксерском мире быть воспитанником заслуженного тренера России Давыдова – своего рода знак качества. Причем для многих ребят Александр Степанович был не просто наставником, но и вторым отцом, который помогал ребятам, советам и делам стать настоящими людьми. Александр Степанович для меня в жизни является по сути вторым отцом, потому что когда я начал боксом заниматься, отца моего не было в живых. И эту роль в моей жизни занял тренер. Я очень много оставался у него дома. То есть наши отношения не только тренировочного процесса касались, по сути это было полное воспитание. Он воспитал меня как второго сына. Когда в 2019 году Александра Давыдова не стало, ученики решили увековечить его имя организацией крупного боксерского турнира. Помогли и власти региональной столицы, при непосредственном участии которых соревнования проводятся столь масштабно. Александр Степанович с большой боком тренера, видокок, который воспитывал детей наших. Сейчас продолжают этот путь его воспитания, который в первую очередь прививал правильное воспитание. Я хочу, чтобы подрастающее поколение равнялось на эти принципы, росли по тем девизам Александра Степановича. Чтобы, детки, все те мечты, которые у вас есть, те надежды, чтобы они у вас исполнились. Для большинства боксеров первый день турнира памяти Александра Давыдова стал своего рода ознакомительным. На ринг в основном выходили представители легчайших весовых категорий с небольшим числом претендентов на медали. Впрочем, и здесь были радость от побед и слезы горечи. Через что-то подобное много лет назад проходили те, кого сейчас считают элитой бокса Карачао-Черкесии. И у новых поколений спортсменов все еще впереди. Тем более, что есть на кого ориентироваться и чьими достижениями республика по праву гордиться. Артур Мухца, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Московский роман». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин